Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Сегодня мы будем играть в игру Hall to Survive. Игра про зомби-апокалипсис. У нас будет проходить действие на острове после кораблекрушения. Давайте начнем кампанию. История. Один игрок. У меня есть дополнение к этой игре, поэтому у меня все есть персонажи. Нина, Эбби, Джек и Кенжи. Так как если нет дополнения, то там основное только один персонаж. Ну, возьмем Кенжи с самого первого. В принципе, стандартные характеристики и он нормальные. Кейтс, не такой разброс. Тем более меткостно не помешает. Врожай сложности нормальные будем. Вот так нас приветствует вступительный ролик. С кемпера это корабль, на котором плывем. У нас сообщается о том, что мы якобы сбились с курса или что-то подобное. Что неправильный курс у нас. А нам говорят, что у нас правильный курс, а мы говорим, что у нас впереди рифы. И все. Корабль потерпел крушение. Вот место неизвестно. Примерно время 13.00. Один выживший. Нормальное состояние. То есть, у нас сложилось нормально. Вот наш герой. Валяется. Сейчас очнулся. Так, движение здесь происходит с клавишами. ВС, да. Тандартная складка. Действие происходит через клавишу F. Приспускать можешь через F разговор. Но, в общем, мы с вами считаем, что у нас десятое полотенцов. Нет, это так и, но он расчленен. Его укусили, но само собой, как обычно. Как укусает уступление? Он простынки, лечебная трава. Который тип влечит его боль. На ее травку. Спасибо, парень. Эти планы вкусно. Очень хорошие пенки. Меня зовут Андрю. Я не уверен, как я закончил здесь. Что это было? Это было около часа, когда мы пытались, и мы не поверили. Это было очень тяжело, но мы не могли сказать, что мы потеряли. Я не мог отстать этого, но я не мог отстать, Я выгодал и разорвание. Обрали их, что мы полного поработали. Рёмки самовы не могут теряться, а теперь обвал... Я их захот... Я встала мыши и вернула к нему, Кстати, в игре есть добивания Лучше же сразу Отключить то, что Героя будет Сам добивать персонажа В определенный момент Если получается такая возможность То, что когда Мессиф подключен То будет происходить появление Постоянно окошков с буквой F Сообщающий, что Нужно добить противника Но это в принципе нафиг надо Карта на через тап Урон наносим На копашном Стрелковым оружием Левая кнопка мыши Это у нас удар А правая это прицеливание Правая прицеливаемся Сам интересные разговоры какие-то Брестают хай, кто где хай Непонятно Хотя здесь выжившего на острове нет Единственное в этой игре Мне не понравилось это Я считаю Тютериал То, что они как бы постоянно В игре в час встречаются Может быть и в начале так игры Они идут как обучение Отступление, скажем Для определенных действий Я понимаю, если бы прошли обучение сразу Или в процессе игры показываться Вы надели какие-то окошки А тут получается, что Приходится находить эти книги Читать их И выслушивать Эту всю фигню Рассказывающую о выживании Там может быть какая-то фишка Типа Здесь приходится их собирать Потому что это такое же как бы задание Что-ли идет тоже По сбору этих книг Ну вот, нас первым мы собрали Не само собой Ну, давай, давай, быстрее Так У нас еще что-то здесь нашли Неверная палка Вот первый наш зомбак Можно разносить голову Зажимая ли его клавку мыши Мы накапливаем силы удара Но если мы не ударим кого-то В теченье Он автоматически это сделает Вот еще не зомбак Даже второй Можно, кстати, палкой задевать Ни одного зомби Целую пачку Кусты, которые мы потом сможем Рубить мачете Вот Какие-то надгробия Я понимаю по никам Что это Надгробия игроков Которые здесь Играли как-то Я не только не понимаю Как принцип состоит В чем Что это Оффлайновая компания Но при этом здесь Надгробия разных персонажей Игроков Кто здесь Либо когда умирал Как здесь Это я не понимаю Появилось Хотя они оффлайн То есть не давали никаких Отсылок к другим героям Которые умерли здесь Ну вот Проближний пэк А там ознакомились Уже раньше С ним Здесь управление Заточено под геймпад Поэтому видите Даже тюдерилл С геймпадом Но мышкой достаточно Удобно управлять Особенно привычно будет Если вы играли на компьютере С помощью мышки Клавиатуры В игры подобного рода Где пора линдет С камер сверху И Обращение происходит С помощью Мышки А движения С помощью Сонатных клавиш Движения Так Вот еще зомбик Вот еще один Ну ничего Как тут говорили Тут их Вот видите Можно двоих сразу забить Вот можно водичку пить Но пока у нас Недоступны шкалы Там Будет здоровье По 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 идее По воде И по сну То есть Три параметра будет Они конечно не убьют вас Но уменьшат ваши Характеристики И возможности Вот мы нашли бутылку Можно набрать в нее воды Берем ее в руки Зажимаем Кву И все У нас в интере уже буток с водой Пускай лежит на всякий случай Так Мы Собрали траву Так Пойдем-ка Сходим еще Посмотрим Где может что валяется Можно вот так Просто попинаться Зомби Вот он добил Сейчас его ударом Вот добивание происходит Без всяких окошек Типа Нажми клавишу Вовремя И все произойдет Вот видите Разные Это Стопудово Не игровые персонажи А другие игроки На гробе Значит Что они здесь умерли Учитывая количество Здесь на гробе То получается что Если не очень То уж даже легко Проходить Вначале может быть И легко кажется А дальше будет Вот видите Добивание Зацепляет сразу Нескольких врагов То есть можно добивая Раскидать толпу врагов Еще при этом попутно Несколько их убить Если не всех сразу Настяжения тоже Агрейцы разные Собрать там скажем 20 редких трав Убить сколько-то зомби Как обычно Вот есть такие тайнички Которые можно Сильно так разбивать Там будут всякие вещи Может быть даже Пустой тайник Есть доколоченные Такие же металлическими Их не разбить так просто Здесь какое-то добивание И сразу соседним Зомбакам и пукнули Такие жестокие Добивание Так вот еще зомбачки Мы получили уровень Единственное то, что мне еще не понравилось То, что здесь все завязано На одну кнопку На Е То есть вы нажимаете Е Вскрывается на интере По нему находится меню Целей ваших Также ваши навыки В общем все на одну кнопку Это не очень удобно Конечно Собственно приходится листать По вкладкам Он сейчас про лечение Обучение идет Ну такая распределкастная растение Что их можно пожрать Сожралось все зашибись Посерьезнее Типа компрессы Вот мы рецепт нашли Создание Компрессы Ну и аптечки большие Мы тоже уже подобрали Ну уже в инвалидном состоянии Мы пошли Типа в атаку Ну камушки какие-то Кремний Вон трава какая-то растет Ничемная Кстати мы собрались Давайте сделаем пару компрессов Так Соместить И показывается С чем можно совместительные вещи Быстрый доступ к вещам Из инвентаря Происходит через клавишу Q Ну вот они с него внизу Листать можно с помощью клавиши 1, 2 Луция падает Как с самих Монстров Так и просто где-то находится Вон бдылка еще Пустая В общем тут С тем же коктейлемол Тотят наши любимые Можно будет охотиться потом На животных Также на птичек Даже отстрелять их Вон там какой-то ящик С инструментами Давайте заберем тоже Вон травка Рация лежит Понять мы пока и не можем Вот этот чувак Реймон Немного вопросов Мне сказано что он станет зомби Что его тоже кусали Он отрубил себе ногу Поэтому на костылях здесь Что он нашел на каком-то острове На соседнем самолет Вот нам дали мачете Оружие переключается С помощью колесской мышки При этом Рукопашное Только А если у вас стрелковый будет То его надо брать Менять То есть Приходится заходить в инвентарь Убирать стрелковое оружие Взять его в руки И потом только Весь арсенал стрелкового Будет перебираться К колесикам мыши Вот у нас еще один тюториал Про навыки Вот как раз Он сейчас покажет мне удобство Вот он инвентарь И внизу стрелковым Переходится переключаться На навыки И на цели Поэтому очки Которые мы будем получать Можно там по-моему Четыре раза Сбросить Так Посмотрим что у нас Видите Цели И навыки У нас первый костер идет разжечь Вот сбросить Можно четыре раза На навыки Там у каждого героя свои Так что я не буду Заострять внимание на них Все равно процессы Игребуем качать их Разбираться Песна, скажем Здесь как бы не идет А плывет Ну вот Начали рассказывать Про самолет грузовой Ну вот Типа и можно А на самолете лучше Короче для самолета Теперь надо найти Скажется что С ночи появляются Более опасные Чем вот эти зомби Существа Что они агрессивные Но не боятся света Нужно рожать костер Вот здесь Костерчик Можно взять Факел Кстати факел здесь Естественно Как положено Сгорает То есть заканчивается Вагонезаряд Вот там дам фонарик Разница в том Что фонарик Если там Используется То он светит По прямой Вот Замбаков Можно поджигать Факелом Они горят Можно побегать А они там Догорают Фонарик Светит По прямой То есть Враки Которые ночью Появляются Могут Спокойненько Вас Атаковать Со спины Или с краев А вот Когда Вы с факелом То он Светит Вокруг вас Вот мы Получили мачете И можем Рубить кусты Для того Чтобы Получить доступ Туда Куда нам Надо Пройдемся Посмотрим Что здесь Есть В этой Зоне Куча Трупов Нету Слышат Зомбаки Вот Клини Откроем Тайник У нас Рецепт Какого-то Молота Давайте Его тоже Сделаем Так У нас Там было Палкой Кремний Кремний Совместить С палкой А это С инструментом Уже Получаем Молот Так Медленно Конечно Но Урон Больше Можешь Здесь Ничего Нету Здесь Сделана Смена Времен Дня То есть Ночь День Рассвет Закат Видите же Факел Можно подобрать Факел Можно Бесконечно Врать В кострах То есть Это ветка Подожженная Дота Хай Кричит Кто только Какие-то Обезьяны Тут Кстати Будет Задание С обезьянами Связанными Прим vem Пррываемся Дорожку Пррываемся Пррываемся но это бил конечно здесь головы отрываются рука то остановилась то показалось здесь может также разрубить зомби по валаму застрянет в воздухе тоже баги присутствуют вилла нашли полоска кожи рецепт какое-то растение собрали больше всего ничего нет бег здесь с помощью пробела спринт вот фонарик видите мы пока ходили уже настала ночь вот монстры эти возьмем факел загорелся так куда нам нужно идти нам нужно идти у нас какое-то здание что ли появилось здесь а типа деревенька вот канистру нам далее нужно теперь сбегать бензинчик принести деревенька вон там ну ладно пойдем в деревеньку отходим и убьем зомбаков они пока бегут горят еще видите факел вокруг освещает а если фонарик а если фонарик взять то он будет не вокруг защищать очередной вот мануал м ну как я говорил каждый пункт разделен и грубо говоря все обучение вот на такие книги идет и получается процесс игры постоянно встречаешь их приходится читать что может быть какие нюансы в игре это не будет нас типа сажира поэтому эти мощные не знаю откуда ползут и не кончаются так двое уже фонарик видите только вперед топорик чем лучше тем что он больше урона наносит удар сильнее то есть одного удара даже не нужно зажимать сильный можно им хорошо рубить м ударов даже этих убивает давайте зайдем чугунь фонарик бесконечный так что можно здесь вот здесь вообще какие то мега прыгающие видите нельзя разнести их м 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 позволяют прокачиваться то есть не даже не прокачиваться а увеличить их кратически временно я так понял весьма оппонент зомбарик надо получить пойдем куда зайдем посмотрим что у нас здесь есть вот и грязили меткости застрял в кустах и там же умер мальчета ржавая у нас уже есть мы его будем уже взять костерчик давайте здесь зажигем накрасить и написано где вместо можно костры сжечь мальчета если вы получите возможность получить дистанционное оружие то есть там луки какие-нибудь турбалеты пистолеты то лучше сразу на них переходить как можно быстрее конечно учитывая что сколько урона носит данный топор в принципе пока можно жить с ним накопашку так просто там бывает такие толпы зомби вас просто что скажем слукова не успеваете их отстреливать так здесь есть места где спрятаны эти травы редкие для достижений скажу что по крайней мере не все помню но вот здесь одна есть попробуйте так что смотрите кроме места здесь была трава там по поводу еще где-то находите так что у нас тут еще есть давайте здесь костер разожгем чтобы было посветлее вот у нас аптечка тут цветочек какой-то зомбаки тут нашинковку устраиваем им так еще зомбаки еще один вон бутылка где-то тут бутылки лучше собирать деревянные палочки тоже то что из них получаются вот стрелы видите уже здесь получается стрелы у нас рецепт появился значит скоро будет и лук вот у нас похода рецепт лука нитки у нас есть трава вот и палочка давайте сделаем лук стрелы у нас по сути дела из палочек готовится то есть давайте сделать сделай себе сеточек не давайте что оставим пару палочек на запас вдруг потом куда-то потребуется я как были нас разойти давайте подлечимся потому что сейчас будет волна зомби уже рассвет начинается вон тряпочки можно собирать для компрессов так он еще очередной лук и стрелы вот как раз нам дали лук и стрелы получается мы получаем что-то или изучаем что-то новое а потом сразу же получаем мануал по данному способности там оружие или чему-то еще смещаем получаем лук а палку с мачете вот как раз и получаем стрелы стрелы кстати не такие вот могут быть там может быть разные там с оперением появится на взрывающиеся поджигающие стрелы стрелы можно вынимать вот как раз из всего подряд то есть из-за зомбаков которых мы нашпиговали там в стенках которые они застряли то есть лучше не стрелять правда в разные стороны хотя там нехватки у них не будет если подлечиться у нас зажимаем кури у нас происходит лечение открываем сирена как обычно раскрываемся тут зомбакет куда непонятно из какой-то лалька выходит там за стеной сюда куча их вот спать в таких тайниках мы будем закрытыми дверьми нечистенно мы их не можем убить сразу давай как они нет там нет че откуда зомби это за таких знает их пока сирена орет они тут будут приходить и приходить здесь можно оказывается близко подошедших рубить то есть так безопасно в принципе их можете прибить рука застрела в стене трясется ну отвалилась то есть и рубагов здесь тоже в принципе хватает и 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 Бегом, вот еще на бутылке, еще не забыли, идет управление бегом, то есть мы жмем бег, а управление уже идет, так по-моему, мышкой, куда мышку кажет. Потому что вы создавали, управлять не очень удобно во время движения. Топорик, это достаточно существенное оружие, скажу честно, в рукопашку. Вот еще проходик прорубим, по сравнению с мачете, конечно, сильнее, потому что мачете не убивается на удара, топору идти, валится раз на повал. Просто идет нарезка. Давайте подлечемся. Так, еще зомбачки. Пока час нам не помешает. Так, посмотрим, сколько у нас. Вот наши характеристики. Здесь можно носить шлем, наручи, броню и он уже. Итит, даже опыт показывается здесь. Так, давайте пороймем дорогу. Здесь какой-то тайничок. Тут катушка. Давайте не будем прорубать сразу полностью здесь вход, чтобы он оставался для того, чтобы, если будет большая толпа зомби, заманить узкий проход и резать их тут. Где он такие, в принципе, проходы везде. Так, пойдем к нашему товарищу. Скоро себе не сказал, что у него атаки маленькая, но он достаточно быстро атакует. Так, ну отлично. Нужно знать, что... Походу, еще одна выжившая нашли. Вот эти. Получили мы уровень. Там наш выживший. Давайте изучим какую-нибудь способность. Голод нам не влияет. Показывает на карте местонахождение неких животных, оленей, нанду. Топиров радиус 40 метров. В принципе, нам пока не надо. Повышает шанс попасть в голову без точного прицеливания. Сокращает время расстрельного голода. Кстати, очень эффективная вещь, если в голову стрелять. Убивает, в принципе, одного удара. Ну, конечно, не особо живучих монстров, а вот таких вот рядовых зомби. Да давайте я вам покажу же лук. Взять, и все. Вот, прицель уйдет. То есть надо наводить ту сторону мышкой. И вот можно собирать. Также с мачетом можно прицеливаться. И остального там рукопашного оружия. Видите, вот не переключается с колесикой мышки. Вот, давайте поохотимся на птичек. Видите, с них перья. Теперь можно что сделать? Можно совместить с этими перьями и получить вот такие стрелы оперенные. У них урон больше. Потому что мы будем обычные стрелы переделать потом в оперенные. Вот он, чувак. Так, здесь зомбаков больше не осталось, чтобы нам что-то подстрелить. Вот мы деревянные палочки собираем. Палки собирать лучше, потому что они идут для всего подряд. В принципе, для стрел. Вот молот мы сделали. С них может еще для чего-то пригодятся. Вот это Ковак, это чувак, который написал все тью-турвилы, которые мы находим. Ну, он, конечно, самый просвещенный, как я понимаю. Ну, вот, как это представляется, Ковак. Защита, сифиня. Он, типа, живет на соседнем острове. Наша новая задача это сесть в лодку Ковак, отправиться на остров, получить первый урок оживания. Ладно, потом к нему сходим. Надо сходить сейчас, сказать, кто такой и о чем здесь. Как эти бегать не особо тоже управлять, удобно? Так, где-то зидок-то хоть он находится. Че-то зидок пропал, так смотрю. Ну, ладно, пойдем только Коваку. На остров. Спринт, видите, быстро заряжается. Потом на него будет же влиять те же самые параметры. По-моему, насколько мне известно, это жажда. Вот, мы садимся в лодку Коваку, происходит сохранение. Сохранение здесь происходит при перемещении между островами и при получении сдачи квестов. Так что лучше сдать и потом уже пойти исследовать, куда-то кого-то там гасить, убивать и все остальное. Как видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь островов здесь получается у нас, по сути по карте. Ну, вот, мы прибыли к Коваку на остров. Думаю, на этом моменте мы закончим первую часть нашего прохождения игры Hall to Survive. Кстати, в Steam там продается большое количество дополнений, которые шлят не только сантимент героев, но и оружие, которое можно будет крафтить. Так что, это уже на ваше усмотрение, хотите вы там собрать пушку бега, либо пользоваться стандартным набором, который здесь есть. Хотя достаточно, наверное, себе оружие можно собрать. Вы это в дальнейшем увидите. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся. Продолжаем в следующей части. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok